Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу ответить на некоторые вопросы, которые поступают мне, и замечания в комментариях к моим видео. Вот, в частности, Алексей Иванов. Я не буду отвечать на все, там много всякого бреда, но наиболее интересное я отвечу сейчас. Алексей Иванов. Смущает то, что многие блогеры, не знаю, насколько точно это подходит к вам и вашим коллегам, избегают рекламы и реферальных ссылок, чтобы их мнение было независимым и экспертным, и не рассматривалось в предвзятости. Я не берусь судить, насколько тому же Сбербанку интересно добавлять каналы в 20 тысяч подписчиков свои партнеры. Меня просто смущает тот факт, что подавляющее большинство ваших видео имеет не сравненческий характер с другими банками, а обзор и реферальную ссылку. То, что это делает вас богаче, и то, что этот метод заработка хорош, спору нет. Но мне такое не подходит. Желаю вам дальнейшего развития и большей независимости. Поначалу было очень интересно за вами наблюдать, а сейчас не могу отделаться от мысли в предвзятости и прошу меня извинить. Ну, насколько я понял, человек отписался. Дальше. Очень хотелось бы услышать, вот Максим Пудов, ваше искреннее мнение по этому продукту без рекламы. Еще раз, Пудов Максим. Я смотрю ваше видео и сделал вывод, что вы грамотный человек. Ну, спасибо. Вот, так объясните мне, зачем вам эти сомнительные ноты, если тот капитал, который вы хотите потратить сюда, можно пустить на улучшение модельного портфеля на Уолл-стрит. Ведь там можно заработать больше и с меньшими рисками. А тут получается, если компания пойдет вниз, то ты всего лишь останешься при своих кровных. Захочешь выйти раньше, то комиссия. Вот еще один вопрос. А лайки зачем вам нужны? То есть, ну, я в конце говорю, поставьте, пожалуйста, лайки и так далее. А лайки зачем вам нужны? Многие честно делятся информацией и никогда не просят что-то. А вы корыстный человек? Да или нет? Ну, и еще один Олег Малахов. Юрий, спасибо за расчеты. В табличке не увидел налогов. Если выбираем тип А, то их также нужно учесть при расчете итоговой прибыли. Ну, о налогах, наверное, я скажу попозже. Может быть, отдельно. А сейчас вот серия таких комментариев, которые вот, ну, в частности, Пудов, хотелось бы услышать. Ваше искреннее мнение об этом продукте без рекламы. Вы знаете, я абсолютно искренне предлагаю то, что нравится именно мне. Я прежде всего ищу те продукты, которые нравятся именно мне. Я четко декларирую цель свою. Я хочу создать себе пассивный доход. То есть доход, который не зависит от того, работаю я или нет. Вот это главный критерий. Я не работаю, деньги идут. Ну, так же, как от депозита, но на депозите это маленькие деньги. Многим нравятся деньги, которые поступают надежно, гарантированно по депозитам. Я поэтому рассказываю о банках, которые дают возможность зарабатывать деньги. А не просто так, как в Сбербанке, например, если деньги у большинства людей, у подавляющего большинства людей деньги лежат в Сбербанке. Люди получают зарплату на карточку Сбербанка. Им самое главное – это надежность. Вот, и все. Я вижу, что 80% людей имеют только счет в Сбербанке и карточкой Сбербанка пользуются. Я это вижу. Но просто поменяйте карточку на другой банк. И я в свое время взял, оформил дебетовую карточку Тинькова. Я вам честно и искренне говорю, я с нее балдею. Потому что в Сбербанке 0% на остаток, здесь 6% на остаток, сейчас 6%. Было 12%, когда я начинал. Это мне очень нравится. Мне каждый месяц капают деньги, процент на остаток. И еще кэшбэк. 1% на все покупки наличкой. То есть деньгами, которые я могу использовать тут же, без всяких условий. В Сбербанке есть какие-то странные баллы спасибо, которых в два раза меньше, во-первых. Во-вторых, их можно использовать только в каком-то узком кругу партнеров Сбербанка. И их совсем мало. И нет процентов. Тиньков наличкой. Рокет-банки открытия, да, дают. Значит, они там дают такие же проценты кэшбэка. Но это рокет-рубли или там баллы какие-то. И их можно использовать от 2 тысяч. Надо накопить сначала, а потом использовать. Поэтому я абсолютно искренне рекомендую карту Тинькова. И, конечно же, есть у Тинькова опция «Приведи друга». Я даю свою реферальную ссылку, и Тиньков мне платит 300 рублей за каждого клиента, который откроет дебетовую карту. И выгоду в 300 рублей получает тот клиент, который получил. То есть там 3 месяца бесплатно, плюс там какой-то повышенный сейчас. Ну там по-разному бывают условия. То есть тот, кто получит карту по моей реферальной ссылке, тоже получает пользу. Несомненную пользу по сравнению с тем, кто оформил просто без моей реферальной ссылки. Я даю вам возможность тоже получить пользу. Вот в чем дело. Теперь дальше. По поводу того, насколько я бескорыстен. Смотрите, Тиньков дает 1000 рублей за то, что я порекомендую кредитную карту. И всего лишь 300 рублей за то, что я рекомендую дебетовую. Я всегда говорю, что, ребята, кредит – это зло. Несмотря на то, что Тиньков дает 1000 рублей за эту карту. Потому что я хочу именно, чтобы вы получали больше. Не я получал больше, вы получали больше. Поэтому я никогда не рекомендую карту Тинькова. Поэтому я не рекомендую Тиньков инвестиции в качестве брокера. Хотя, если я порекомендую, то он мне даст 1000 рублей. Не даю, потому что там грабительские проценты. Кредиты у Тинькова просто грабительские. Я не рекомендую Тинькова. Хотя он мне заплатит за это. Более того, есть какие-то разные компании, у меня прибавляется количество подписчиков. И сейчас уже стали поступать иногда предложения ко мне, чтобы я опубликовал какое-то видео тематическое на тему той или иной финансовой организации. Я, как правило, отказываюсь, если эта организация не совпадает с основной тематикой моего канала. То есть мне не нравятся, например, микрофинансовые организации. У меня были несколько предложений от микрофинансовых организаций. Я им отказал, потому что хорошего я сказать ничего не могу, с одной стороны. С другой стороны, я к ним отношусь так, что, в общем, даже если я бы согласился, то это была бы антиреклама, потому что я с такой рожей это буду говорить, что все поймут. Ну, честно говоря, пока у меня платных видео было только одно, я вам честно скажу, это было видео про МКБ. Они там, я сначала снял так, как считаю нужным, но они, значит, настояли на том, что вот тебе техническое задание, ты давай по этому техническому заданию от Барабань. Поэтому видео получилось очень короткое, три минуты всего. Но, тем не менее, Московский кредитный банк, он достаточно надежный. Я проверил, я знаю это, я уверен за этот банк. И условия он дает действительно неплохие. То есть это совпадает с моим видением. Вот, ну и люди тоже хотят именно в банке и побольше, чтобы получалось. Это действительно так. И тут я был тоже достаточно искренний, но за деньги. Вот, все остальное я снимаю сам. Меня никто за это не платит, только по акциям приведи друга. Теперь дальше. То есть я абсолютно искренний. И вы знаете, я вот как та чукотская женщина, которая, так сказать, наивная чукотская женщина, которая приходит, что-то все видит и вот с такими глазами говорит, вау, мне это нравится. Мне действительно нравится, что раньше я, так сказать, там только банками. Ну и так вообще. Я никогда не думал, что если куда-то инвестировать деньги, за них можно получать что-то. Когда я начал получать от Тинькова, это какие-то 500 рублей в месяц, и это вау. Вот, но когда я увидел, что можно получать больше, так сказать, на фондовом рынке и так далее, я начинаю сравнивать с сложениями недвижимость, например, да, и фондовый рынок. Фондовый рынок выше и лучше, и там масса всего. И я начал изучать разных брокеров. Я сравнил брокеров разных, выбрал для себя открытие. И я там давно, мне это нравится. И поэтому, ну, что я могу сказать? Я могу сказать только про те продукты, которые дают открытие. Вот, сейчас я выбирал между разными брокерами, там, БКС, Финам, значит, открытие было, что-то еще было. Тинькова тогда и в помине не было. Вот, сейчас появились, значит, брокерские услуги предлагает и Сбербанк, и ПСБ, Уралсип, там, и так далее, и так далее, и так далее. Я много разных брокеров, и скоро будет обзор, и, судя по всему, я просто открою счет в Финаме, и мне просто интересно, что предлагает Финам. Сравнительный анализ я уже готовлю по нескольким брокерам. Это будут брокеры, сразу могу сказать, открытие, Финам, Тиньков, два тарифа, оба провальные, и Сбербанк по структурным продуктам. Вот, объясните мне, зачем вам эти сомнительные ноты, если тот капитал, который вы хотите потратить, сюда можно на улучшение модельного портфеля на Уолл-стрит. Смотрите, Максим, это ноты, это из серии вложил и забыл. Вот, чем мне нравится. Во-первых, во-вторых, стопроцентная гарантия, то, что люди их ищут, стопроцентная гарантия сохранения капитала. То есть он не уменьшится, по крайней мере, в рублях, он точно не уменьшится. То есть акции упали, да хрен с ними. Значит, ничего не произойдет. Во-первых. Во-вторых, это в чистом виде пассивный доход. Я положил в эту ноту, три года я забыл про эти деньги. Это чисто пассивный доход. А я ищу именно источники пассивного дохода. И чем больше, тем лучше. Поэтому я ищу ноты, которые дают, скажем, 10-15% годовых в валюте, меня интересует прежде всего. Но в рублях тоже 15% весьма и весьма привлекательно. Поэтому пассивный доход мне очень-очень нравится. Поэтому вот эти сомнительные ноты. И еще один момент. У меня целевая аудитория какая? Люди, которые вообще ничего не знают в фондовом рынке, ничего не понимают. То есть биржа для чайников отсюда. Я этих хорошо людей понимаю. И поэтому модельный портфель на Уолл-стрит подразумевает самостоятельную торговлю. Я учу людей самостоятельной торговли. Я им рассказываю про Уолл-стрит. Я им рассказываю, как можно на этом зарабатывать. Но это не совсем пассивный доход. Для этого надо иметь доступ в интернет. Для этого надо иметь знания. Моя целевая аудитория – люди, которые вообще не имеют знаний в фондовом рынке, но хотят начать, потому что я им говорю, что здесь можно получать больше гарантированно с сохранением капитала. И можно, ничего не зная, уже начинать. Поэтому вот эти сомнительные ноты. И я сам в эти ноты вкладываюсь, потому что мне это нравится. Уолл-стрит можно зарабатывать больше и с меньшими рисками. Здесь я не вполне согласен. Потому что, да, американский рынок – это очень интересный. Но у меня есть крупное подозрение, что, скажем, где-то через год он будет уже не так интересен, так мягко говоря. И через год-два вполне может быть, что там регулярно сдуваются пузыри. И сейчас тоже, в общем сказать, назревает какая-то ситуация, которая, ну, скорее всего, через год-полтора, как говорят аналитики, она сдуется. Поэтому нужны ноты, которые при падении акции, они будут… Они ничего с ними не сделаются. А если падение акций не произойдет, то я заработаю. Вот и все. Вот так я могу объяснить. Вот. Ну и теперь дальше. А лайки зачем вам нужны? Многие честно делятся информацией. Да, смотрите. Люди говорят, что вот у меня там реферальные ссылки кругом. И почему, почему, почему ты, значит, реферальные ссылки всюду суешь? Вот искреннее мнение, что без реферальных ссылок, без ничего. Вот, пожалуйста, у меня есть видео. Одно из самых популярных. Как из 100 рублей сделать 262 тысячи за месяц. Это видео теоретическое. Оно про сложные проценты. Там ничего конкретного, никаких реферальных ссылок. Вот. Я говорю, найдите актив, который растет, который можно быстро оборачивать. И, значит, от чего зависит. Самое главное – это количество оборотов. На втором месте доходность. На третьем месте начальный капитал. Основная идея в том, что независимо от того, какой у вас начальный капитал, начинайте заниматься бизнесом, начинайте заниматься оборачиванием капитала. И ищите вот эти вот схемы, которые подчиняются такому закону. И все. То есть ищите те возможности, которые дают возможность неограниченного роста. Вся идея. Так вот. Там огромный вал комментариев. Чувак, что ты, значит, тут мне городишь? Ты мне скажи конкретно, куда вложить? То есть, когда я говорю не конкретно, люди говорят, слушай, ты скажи, куда вложить? Реферальную ссылку дай. Когда я даю реферальную ссылку, ты предвзятый. Ребята, я всегда предельно конкретен и стараюсь быть. И когда я что-то говорю, я именно потому и даю реферальную ссылку. Когда я говорю, что вложения в акции позволяют получить до 50% годовых доходность. Люди говорят, а ты скажи конкретно, какие акции? Я говорю конкретно, какие акции? Ты предвзятый. Поэтому, значит, когда я говорю, что вот этот продукт точно даст. Нота дает доходность 15%, я говорю 15%. Когда я говорю, что модельный портфель по итогам прошедших периодов, там, первый год, вот он, вот, я даю график 34%, здесь, значит, 24% дал доходность. Это реальный проект. Это реальный доход, который был получен. И дальше я знакомлю людей с тем, как это происходит. Реально. Почему открытие? Ну, потому что модельный портфель в открытии. Я могу показать, что есть в открытии. Я не пока, не являюсь пока клиентом, так сказать, сбербанк инвестиций. И не хочу им быть. Вот. Тиньковой инвестиции тоже не хочу. Вот. Поэтому я не могу показать, что там. Вот. Финам, да, я сейчас вот, наверное, поеду, буду знакомить вас с Финамом. БКС мне не нравится чисто по... Мне не нравится, как они ведут конкурентную борьбу. Они ругают других. Мне это не нравится. Сильно не нравится. Поэтому БКС мне почему-то не нравится. Хотя это крупнейший брокер. Вот. Я посмотрел других тоже брокеров. Мне есть вещи, которые не нравятся чисто по идеологическим причинам. Вот. Теперь по поводу лайков. Смотрите. Ну, вы корыстный человек, да или нет? Покажите мне людей, которые готовы работать бесплатно, которые приходят в магазин и им дают в магазине бесплатно продукты. Ну, мало таких, да? То есть все мы зарабатываем деньги, в том числе и я зарабатываю деньги на канале YouTube. Я этого не скрываю. От чего зависят деньги на канале YouTube. Смотрите. Когда количество подписчиков переваливает, ну, достаточно большое величину, то YouTube смотрит рейтинг. Вот. Чем выше рейтинг канала, тем дороже стоит на нем реклама. Вы видите, что перед каждым видео вставляется реклама. Эту рекламу вставляю не я. Эту рекламу вставляет YouTube. Вот. Если человек смотрит эту рекламу больше, чем 30 секунд, то за это рекламодатель платит YouTube денежки. А YouTube платит тому блогеру, которого смотрят. Вот и все. Чем выше рейтинг блогера, тем больше денежек он получает. И, соответственно, вот так. То есть, а рейтинг зависит от чего? Смотрите. Вот. Первое. Количество подписчиков. Реакция подписчиков на каждое его видео. Количество лайков, дизлайков. Это вес один и тот же. То есть, за дизлайк я тоже всем благодарен. Пожалуйста. Вот. Там не важно, лайки, дизлайки. Количество комментариев. И очень интересно, удержание аудитории. То есть, сколько времени люди смотрят. Процентов времени, сколько смотрят люди данное видео. Соответственно, смотрите. И есть еще тематика канала. Это тоже очень-очень-очень-очень важно. Тематика канала. Вот. Больше всего реклама стоит на каналах, которые посвящены финансам. Это мой. Вот. Больше всего стоит реклама на тех каналах, которые посвящены обзорам автомобилей. Я сразу могу сказать. Это не мой канал. Это не мой конек. Мне это не нравится. Там свое поле. И вы видите, что есть каналы, у которых миллионы просмотров видео всякое. И вы видите каналы, которые всякие юморные и так далее. Так вот, там реклама не стоит практически ничего. Или еще всякие есть геймеры, стримеры. Там реклама не стоит ничего, потому что там целевая аудитория совсем другая. И поэтому, если там миллион подписчиков, то они получают примерно столько же, может быть, ну там за 100 тысяч, примерно столько же, сколько я за свои 20 тысяч подписчиков. Потому что это у меня тематика такая и достаточно серьезный канал, посвященный финансам. Поэтому, значит, вот идут денежки. Я могу вам точно сказать, какие денежки идут прямо сейчас. Если кому интересно, просто вот, ну я знаю, что многим интересно. Вот то видео, которое на меня обрушился вал о том, что мужик, дай конкретно что-то. Вот сейчас я показываю вам честно и без всяких, сколько денег платит YouTube. Ну вот такие деньги. Доход где-то 300-400 долларов. За последние 28 дней. То есть в месяц где-то в районе 300-400 долларов. Это у меня. Вот такая штука. Подписчики плюс 2000 за месяц. Просмотры и так далее. Вот. Чем больше просмотров, тем больше подписчиков, тем больше доход. Вот. Это нормально, это позволяет, это позволяет мне, дает возможность мне, ну, по крайней мере, стимулирует меня к тому, чтобы я размещал видео не просто так, потому что я хочу покрасоваться. Да, конечно, значит, это есть и источник, один из источников дохода для меня, потому что источников дохода должно быть много. И я рассказываю людям о том, как создать вот эти источники пассивного дохода. Да, это нормально. Вот. Но я надеюсь, что я ответил на вот такой большой блок вопросов, которые были. Ах, да, еще про налоги. Нет, наверное, про налоги я уже отдельно скажу. Конечно, сказать, там налоги надо учитывать. Спасибо огромное за тот вопрос, который был задан про налоги. Это действительно очень серьезный вопрос, и поэтому, ну, наверное, я сниму на этот счет отдельно видео. Вот. Ну, надеюсь, что я ответил на многие вопросы, они будут сняты. Вот. Поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Оставайтесь на моем канале.